запись запись поехала значит это последний матч на сегодня wc объединенный финал короче турнир powercraft отличный призовой я туплю прошу прощения стрим уже идет почти 10 часов и много было прекрасных игр надеюсь и это будет тоже весьма достойная лоулит играет против стоп почему 11 счет почему 11 счет 00 сейчас поменяют они поменяют хорошо и сделать погромче наверно звуки о о стоп я навел на трансляции на год гейме на прибежка опять звук пошел вот ну сеточку увидите наверное если следили за турниром там знаете это уже осталось в общем три участника один находится в в суперфинале уже гарантированно получит займет либо первое либо второе место лоулит из кореи эльф которую показывают розовенький такой гламурный и fly китайский суровый фиолетовый орг они сейчас выясняют кто же из них попадет в суперфинал проигравшие занимает всего лишь третье место получает несчастные 17 тысяч долларов неудачник победители собственно борется за более серьезные призовые там 25 тысяч долларов лак говорит лоулит окей подождем хорошо попробую сейчас стартануть на заднем фоне очень довольны комментаторы из германии говорят по-английски но у них конечно есть повод для радости чувствуется как настроение улучшилось после известных событий но спойлерить опять же не буду демон хантер первым первым героем в хороший криппинг карта трена стенд стири нас вынужден дима сейчас добивать отлично рабочего раз два три четыре пять почти второе все равно конечно криппинг очень халявный то есть будет мастер выходят со своей базы думает ну как ну что где же мне где же мне пока ну мог пойти тоже на эту точку но выбрал другой путь попытается может быть приста мелкого вырезать и или виспа например по порезать наверное висп раз-два о это ошибка причем висп умер с трех ударов а не с двух стало быть времени было предостаточно на реакции купил венец благородства хорошо как контролит ну да там не обязательно было делать блок там виспом было видно что арча добежит он конечно ты же не всегда знаешь что там не всегда умеешь оценить если есть возможность заблочить надо блочить продакшн тап не отображается на этот раз слева как в старкрафте потому что это утилита приводит к нестабильной работой работе сети только что отметили полезная очень штука полезно позволяет без каких-либо телодвижений в основные вещи и тайминги что самое главное смотреть ну ладно будем по косвенным каким-то признакам реаги ориентироваться так побег побег по где к что что где кто мне кажется закупает сейчас сапоги demon hunter и персональный телепорт что-то продал не заметил что начинает набирать новые девайсы гранты добивает но но зато смотрите как какой у него сет из девайсов там перчатки сер клетка нам по гилите сапоги персональный телепорт очень очень серьезно заряжен demon hunter хп практически не добавлено только сер клетка 50 персональный телепорт пошел т2 до строение нужно срочно заказывать мы же кстати с вами очень мало смотрели именно вот этих вот мы чапов эльф против орка кажется был только один в первый день у кого-то в группе вот эти вот дефолтные талоны три героя всего этого не было может быть и хорошо с другой стороны смотрели много других мы чапов и разных разных стратегий что там лс лс бика таурена заказывает сейчас флай выбивает себе тоже неплохой девайс красные носки ну в общем пока все ровненько второй уровень он здесь получит криты пассивочка выходит какой-то нет без мастера выходит мне показалось что выходит с базы героя это просто демон hunter лечился и сейчас с персональным телепортом на беста попробует прыгнуть они по таймингу вроде бы не успевают уже не к бестиарию ни к чему ничего не отменить не успевает разве чтобы добора успевает до рабочего можно было побить свиньей почему-то не среагировал двумя-тремя выстрелами мог бы двумя скорее там успевал убивать пиона несчастного таурен пытается окружить как-то подблочить дима дима врывается на базу но не бьет не сразу бьет бору и а ну там свинья помогает а там бора уже был до этого нет не убить конечно критует еще на 74 уэри нет да да видно было что он не успевает плюс еще он рисковал в том плане что если крит еще один выпал то то мог там и остаться а жалко дима терять он почти 3 уровня главный герой хоть и восстановление героя 2 уровня стоит там 210 но ты же теряешь еще при этом еще и время инициативу хуже крепишься и можешь уступить противнику и когда будет стычка то есть точно уступишь если будет какая-то стычка хороший криппинг очень много зависит во первых от того получит и когда получит 3 левел тоурен многое зависит от вейвов правильно кинутых в кучу талонов и конечно же многое зависит от девайсов которые выбиваются из лагеря наемников то что здесь могут быть да например бутылки хп не самый наверное лучший девайс а могут быть девайсы на ману или инву например для блэк мастера он очень полезен против циклона как раз попытка поймать на криппинге кстати тут вообще нет никого кроме двух героев и арчи не серьезный криппинг есть став виспы на проходах стоят ошибка небольшая от демон хантера он мог заставить эту арчу у него был став который был не в кулдауне кого продал а что 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 выпало на точке демон хантера я что-то пропустил прозевал просто что у него было подскажите внимательные товарищи в чатике неужели плюс 6 он продал а рунные браслеты а зачем ему рунные браслеты а почему они так удивились зачем ему рунные браслеты на винвок не действует вейв наносит урон по цели под ой подрывники взрывают два два да 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 два мунвела взрывают приходит приходит тинкер сзади кидает факту монобер на соточку беста бьют у него есть он он к магазину подходит и выпивает из мунвела л.с. на тинкера на тинкер очень быстро умирает очень биты блэйт 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 у него есть бутылка шикарно как агрессивно ты играет вообще fly он такой-то щумба посмотрите обычно так орки себе не позволяется вести особенно на эльфийской базы базе без серьезных на это основание он прям прям собрался ворвался взорвал поубивал и сейчас 30 лимита кстати взрыв мунвелов очень важен прям прям очень очень важно во первых сейчас не восстановить героя во вторых мунвела обеспечивали хил а для ну потому что талон это в отличие от медведя риджуф не кидают не хилятся кроме как в магазине теперь больше негде обычно ты там делаешь ночь и мануэлы хоть как-то на тебя да вот сейчас он делает ночь мануэлы как-то восполняют хп а сейчас у орка 50 лимита у тебя 30 и битые герои и да ну тинкера еще нет то есть это это очень серьезный удар в принципе по эту угрозу затерпеть прямо здесь и прямо сейчас крайне битые герои танковать практически некому всего пять свободных там талонов построить больше он не может он хотел бы но не может деньги есть а мунвелов нет ой-ой-ой опасно-опасно нужно телепортировать но новая сетка и минус дима великолепный контроль конечно от флая не оставляют никаких шансов просто лоулит он да конечно конечно за камбэчат с таким бестмастером и когда алтаря у него нет это гг это уже без каких-либо шансов сдаваться когда гг дождался справимся как хорошо у флая видимо эта короночка против эльфов вообще он значительно агрессивнее играл чем например против хумана там совсем конечно другая ситуация но здесь он сверх агрессивный уверенный и в это видите приносит свои плоды слишком просто слишком даже просто как-то простите за это такое но не очень интересно даже было у флая короночка урок на урок всю жизнь была она и против эльфов на таких картах тоже всегда был хорош там во время трансляции товарищ написал достаточно длинный пост из серии что он писал на почту писал туда и где нигде не отвечают не хорошо писал не ответил здесь тоже прилетаешь почему я платил все каналы этот месяц мне его не дали это что прилетел пенсионер support собака goodgame.ru когда оплачивал и вперед я могу посмотреть прикрепил ли ты ключ себе на этот аккаунт ну смысле как там как то как то какой мыло например указывал в любом случае этим support занимается во время трансляции на который там много зрителей тем более не очень правильно решать индивидуальные проблемы я могу этим заняться но это займет время которое я попробую быстро что сделать это по текущему мэйлу по текущему аккаунту нет никаких совпадений нужен счет с оплатой ну или точное время до минуты мы пришлем ключ вот и все а так support собака гудгейм.ру михаил вы подстриглись более того и причесался надел галстук и рекламирую почему-то red bull бесплатно 1-0 весьма уверенно интрига потихонечку потихонечку задыхается по крайней мере вот на этом матче но может быть смена карты как-то поможет сейчас же будет пик эльфа и может на карте какой-то другой расклад будет на другой я надеюсь майкер-то за эльфа болеет говорит биок 7x мне больше интересно ну конечно сложно скрыть симпатию особенно если товарищ типа как типа ловлят против там тиаша или юмико когда игры очень близкие поражение победы есть все такими определенная предрасположенность к этой расе чего скрывать но в этой игре было не интересно не то что как бы эльфы проиграли это бог с ним а то что игра получилась без интриги вот я расстроился не потому что ловлят проиграла мне как бы практически вот а то что уложились мы там в 9 минут и все было в одни ворота поехали тартал рок респы абсолютно дальние есть продакшн таб кстати это хорошо 0 1 поразительно дорогие сейчас каждая карта дорогая интересно флай является самым взрослым игроком на турнире из оставшихся правда уточнил 28 лет ему 28 дан был говорит какая же фуфа веселый по сравнению с такими дуэль к минут зря ты так тут другая прелесть тут сумасшедший ритм огромное количество действий высокая четкость фуфа это совсем другое это так расслабон на 2,5 часа каточка блэйд мастер и демон хантер вряд ли в рамках такого мучапа были бы какие-то сумасшедшие изменения такое крайне маловероятны и практически не происходит вариативность в плане героев идет орка как правило на т2 то есть это либо тц против талонов либо с х против лорниц там медведей в частности так по большому счету ничего не меняется эльф если играть в талонов у него тоже весьма проверенная связка из героев начинается криппинг с используем аова безболезненные достаточно быстро и с руки там еще бонус по черепахе причем если бить по черепахе вы же еще получаете назад какой-то процент урона если милишник он демон хантер ударил пару раз это практически незаметно там низкий процент но я для себя когда ты это открыл с удивлением обнаружил так сказать что черепахи они оказывается шипасты агрессивно пытается сейчас выбить блэд мастер из огра купил сессер клеточку подвел гранта и рассчитывает на сапоги скорее всего рассчитывают самый наверное универсальный кольцо не так плохо кстати the best one ну фиг знает можно исходить из логики что там еще когти плюс 9 как-то с дебастом конечно приятно увеличить хп реген родной почти полтора раза как классно подблочил но я думал он еще останется грантом проходе но гранта бы дима даже под борусом заковырял бы апгрейд как вы видите в продакшен и у того и другого чуть чуть раньше кажется орка но это мелочи да минус манабер на 1 там вскрикивают сейчас болельщики слышали на заднюю память причем учитывая то что высосали у орка сейчас все будут орать наверное не какие-то не эмоциональные помню но в цг просто все дрожало от криков болельщиков раскатывались таким и в записи тоже ловит с ловил микрофон все это дело классно так давайте посмотрим серкетка было по а он продал просто кольцо вот тебе и баст девайс называется персональный телепорт серклитов нобилити но у демона хантера почему-то не появилось желание купить сапоги также впрочем как и у блейда но в оправдании стоит сказать что блейд не доходил сейчас до магазина а прошлый раз когда он крепил их еще в продаже не было а вот дима пробегал когда сапоги точно были в наличии возможно это кстати крики болельщиков не те которые смотрят другую игру на сцене поэтому просто совпало а завтра когда будет супер финал игры будут на сцене и может заценим эту самую атмосферу пока весьма стандартные побегушки spirit lodge делается там два древа ветров грейд на третий тир бист мастер вероятность до крайне высока и попытка сейчас вместе с со свиньями не без пошел куда-то крепится видимо на оранжевую точку она берна 45 второй герой таурен чифтан вот когда выйдет т.ц. они скорее всего пойдут пытаться крепить соседние экспы то есть надо надо это пробовать делать потому что там и том of x может выпасть и вампиризм может выпасть для таурена это полезный девайс ну и конечно же потом нужно брать брать кого-то из черепах потому что черепахи могут поделиться большими бутыльками манны там высасыванием каким-то или инвулами ценными карта в общем-то для орка если игра там более-менее затягивается то есть если можно чуть-чуть покрепиться хотя бы там две-три точки желтых красных собрать для уркана хороша получается потому что подобного рода девайсы они наверное важнее таурену чем эльфийским героем другой стороны здесь может выпасть бриллиант савра какая-нибудь на красной точке эльфу и тогда вообще пиши пропала регенерация маной у трех героев плюс вся армия состоящая из талонов будет регенить ману диким образом да ну вероятность этого события если он закрепит одну точку процентов 15 такое случается таурен идет сразу на шахту на ту которые говорили пытается да и не пытается и убьет троллей причем подставляет видите под пирсинг героя а под мели урон пофиг там грантов потому что соответствующие штрафы есть по крайней мере по пирсингу 50 процентов что там за девайс то по бегушке блэд мастера за битым бестом и вот вот этого и же интересней рунные браслеты чушь полная здесь т3 талоны пошли арбу надо взять и тинкера заказать в таверне апгрейд на мастеров талонов два с половиной нужен третий уровень таврена нужен третий где его лучше взять безопаснее чтобы надежней на оранжевые точки а может быть он даже пойдет на красную сразу это такой на наглёж эльф стыдливо забирает несчастную там базовую он пульс она желтая но на базовая такая . у флая такие амбиции он выманивает главного ого командира о неплохо кстати не не работает конечно если в воздухе никакие эффекты даже ауры кажется перестают работать если этот воздухе через некоторое время ну там ненадолго но эмаляции вообще нужно конечно работать отлично покрепился сейчас я считаю fly даже размен там на две точки это очень круто что такое что что а скролл за бист до скролл за бист конечно не нужен там по умолчанию а у я диспл против циклона поэтому такие вещи меняются практически на свиток лечения о два талона подрезаем хорошо тинкер первого левела абсолютно пустой был взят 50 лимита на 39 тут каждый талон на счету жалко их конечно так сдавать оркун вообще я думаю торопиться не стоит через верхних черепах на вторую красную точку тем более он базу строит но учитывая то что флай это дерзкий никого не боится он идет просто на мейн к эльфам хотя по логике по логике вот у него лимит 50 из 60 вот у него выход в смысле строится вторая база эльф жмется на своей нычке под мануэлами зачем лезть может быть он не совсем ну хотя он фэйри файер может он не хотел палить а может быть он фэйри файер получил только-только я скорее всего на старых холодных он получил фэйри файер спалила сейчас эльф экспант поставил напротив него какое-то дерево кажется да и выдвигается это дефолт эксп это не нельзя какая-то какой-то экспэншен неожиданный такой типа удивить это абсолютный дефолт потому что когда у эльфа появляется там циклон опа 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 папа 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 а почему не пробовал я не понять не пойму почему он так долго принимал решение брать девайс он взял девайсы лежат два девайса урочи герои летают бери как говорится не хочу вейв неплохой на на четырех талонов и одну свинью неплохо неплохо ну хотя у блэйда смотрите эй 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 так не рискуй ты что у него бутылёк 62 ох прожимают бутылёк с ума сойти там талоны такие биты дема нарезает я сетка но и т.п. сетка сетка став став ест успевает стафанует на последней секунде бестмастер биты очень биты 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 битый бестмастер убегает еле-еле и отлично сейвит беста своего очень хорошо но возвращается сейчас демон хантер немножко подхилялся то урен тинкер очень биты тоже крайне биты тинкер битые талоны и таурен с эмаляции мог ворваться там в талонов решил переключиться на земных хантера кстати эльф в этой битве практически никого не убил по крайней мере по экспе дима так 3 и не получил так рейдер перехватывает сетку делает ой-ой-ой-ой-ой больше сетки нет монобёрн сейчас став будет но можно беста за это наказать зачем нет что да согласен это было гарантированный гуф вообще беста там да потому же откатилась сетка там был рейдер там бестмастер на два удара блэйда но он просто просто не знаю решил не убивать его почему-то пощадил 322 в чатике сразу же да нет конечно он увидел дерево и подумал блин 1 дерево бежать зачем не бест убью к я дерево за него говорят тоже экспу дают ну сейчас у флая начнет добываться золото на второй базе попытка сейчас убить сразу двух зайцев и покрепиться и подхиляться на красной точке рискованные мероприятия потому что орк рядом и этот ооо сразу пойдет надо сплетануться хорошенько здесь и причем делать все очень быстро до циклона большой сейчас вейв будет как упадет опасный вейв такой прошелся прямо вот покасательный хорошая аура тауреновская выпадает не самая лучшая для талонов повторюсь бриллиант саура архмага конечно же лучше высасывание маны неплохо для таурена и последняя желтая точка для флая у черепах ее стоит закрепить ой-ой-ой а тут есть тп хорошо димон отправил лечиться сейчас палец а бестмастером на магазине бестмастер может отдать из-за этого да 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 это читалось да типи то есть но ух крит мог кстати до убил 2 купил 2 хилл скролла то время сейчас пойдет скорее всего возьмет этих черепах последних по центру получит четвертый уровень и будет сражение эльф должен выступать его инициатором потому что орка есть эксп и нужно размениваться что-то оставил потерял что-то пошел не на черепах пошел видимо поисках вампиризма смотрите орк крепится наверху что по девайсам пока еще неизвестно что выпадет тут же tom of experience еще может выпадать давить да аура вампиризма ну этот это все ну ты сейчас у сейчас значительно будет проще вампиризм это это джор всему всей орочей армии кроме спирит волкеров плейдмастер таурен гранты и рейдеры все это будет восстанавливать 15 процентов от нанесенного урона рейдеры пошли грабить да есть грабеж пилочесть дайте пожалуйста нет пилочи нет пилочи нет не есть 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 все есть естественно кидается на main а там а там что там тп не было вот в чем дело он увидел что-то мне тп и подумал что просто да вы взявы его нет все а можно не телепортироваться было можно было просто добить его это гг это без шансов вообще сейчас эльф приходит отдается такой вот у него план а орг даже может не сражаться то есть купить тп scroll of speed и побежать к нему опять на мэйн там была доля секунды на самом деле можно было нажать тп и спокойно убив улететь а можно было типа рискнуть и не жать тп пока не увидят что стелепортируется эльф успеет телепортироваться и тогда просто у него было бы еще где-то секунд 15 пока эльфийская армия идет с магазина пешкарусом для своего мэйна но мы видим что fly сейчас идет в развод он пока не будет сражаться эльфу понадобится и и рабочего смотрите выводит это еще один сигнал рейдеры грабят рейдеров много конечно конечно тут уже лолит цепляется за я не знаю за что он пытается зацепиться за какое место кажется он пытается достать ресурсу побольше чтобы хотя бы на дерево хватило но да он сделал дерево кстати он запилил елку и атакуют какой зум отличный атакуем бору вообще надежнее было час 40 стелепортироваться для начала защитить борус защищаете кодов защитить рабочих сразиться здесь внутри своей базы под борусами под всем остальным зачем сейчас отдавать делать отрицательный имид зачем отдавать час добычу из-за отсутствия рабов может он тп нет там нет тп я понял да сейчас заходить уже внутрь сложновато ну вообще нужно пустить кого-то на разведку до позиция серьезная ну ладно хорошо лимит все равно значительно больше диму сразу ловят поднимает шок вэйв бреет там половину армии талонов их надо сплитить турин падает снова у нее есть маны нет сейчас вот он вернется и вейв сделать вейв кривой 2 но ничего вроде там дима с тинкером работают под инвулами вейв прям в героев битый бестмастер блэйд нарезает слишком много орка слишком много рейдеры в талонах сейчас упадет еще раз акту врен у него вроде есть еще мана да ох талонов еще пробревает бестмастер почти гуф наверху телепортироваться некуда тинкер тоже красный тинкер следующим умирает турин получает пятый левел красный демон хантер третьего левела шансов уже никаких нет но до конца до конца лоулит сражается он занимает третье место получив вейв в спину и у нас флай против явса завтра в 6 часов 30 минут утра по москве приходите будет интересно бо 5 явс ведет 10 и для тех кто пропустил сегодняшнюю трансляцию по wc которая шла 10 минут о 10 часов 10 минут 10 секунд на данный момент добро пожаловать в записи там есть почти все а чего нет то будет добавлено залита в течение пары часов все я на перерыв минут 15 быстро перекушу и вернемся с вами с продолжением трансляции вместе с вместе с дивайнити по мид и игре bsp так и есть